Математическое ожидание вот такой вот случайной величины х1 умножить на х2. Все, нам вот это интересует, правда? Да, мх1 умножить на мх2. Но правильно, конечно, но откуда вы это взяли, как вы это докажете сейчас? Это вообще правильно. Но это не всегда правильно, это правильно в случае, когда величины то, что называется, независимы. Вот наши х1 и х2, они принимают свои значения независимо друг от друга. Именно поэтому в итоге так и получится. Но угадать это не то, чтобы постепенно-постепенно через вот эти термии выйти на такую звезду, понимаете? Мы сейчас на нее вылетим. Все-таки по определению, как считается математическое ожидание произведения. Давайте воспользуемся даже не тем определением, которое у нас было в какой-то момент дано, сумму уникальных значений на их вероятность, да? А первоначальным. Ну первоначальное определение у вас ожидания какое? Случайная величина. Нет, 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 нет. Мат ожидания икс. Какое было первоначальное определение? Это просто сумма по всем омега. Из омега большая, икс от омега. На х от омега. Нет раз? Сейчас. Забыли уже такое определение. Понимаете? Долго не пользовались. Мы все пользовались линейностью. Мы все пользовались линейностью. Но это самое основное было определение, с которого мы выделили линейность. Ну если вы найдете в своих записах, это же первоначальное определение мат ожидания. Просто берем каждый элементарный исход человека в этой аудитории, взвешиваем его, умножаем на вероятность человека. А, ну да. Мы все это складываем. А, ну да, понятно. Это потом мы с вами говорили, что икс от омега на разных омегах может принимать одно и то же значение у1. И мы этот у1 выносили за скобку, а в скобках оставалась вероятность того, что икс принимает значение у1. Да, мы так далее. Понятно? Да. Понятно. Но вот это было первоначальное определение, первоначальное определение математического ожидания. То есть надо было просто перечислить все икс от омега, возможно совпадающие, икс из них умножить на п от омега. Ну вот мы их перечислили. Для нашего случая, когда икс один умножается на икс два. Мы их перечислили. Вот это просто перечень всех значений, среди которых есть в том числе и совпадающие. Ну и что с того? Вот в этом определении математического ожидания изначально никто не предполагал, что икс от омега разное для всех разных омег. Ну да. Никто же этого не предполагал. Мы потом их сгруппировали, получив то определение, которым часто пользовались. Э? Да. Да. А изначально было вот так. И здесь я перечислил все значения. Один умножить на один, один умножить на два, один умножить на три. Но у каждого из них, по счастью, вероятность одна тридцать шестая. Поэтому чему равно в итоге наше математическое ожидание? Как его посчитать, глядя на эту таблицу? Ну вот, подойдите сюда, подойдите сюда и смотрите на таблицу. Ну да. Япрость это одна тридцать шестая. Как? Вероятность... Нет, вероятность это и есть одна тридцать шестая, да? Да. Так, вероятность это одна тридцать шестая. А что такое иксы? Вот здесь, x1, x2. Вот эти числа. Да. Правильно? Да. Это вот эти числа. И каждый из них с вероятностью одна тридцать шестая. Значит, чему я думаю, как написать? Вот еще раз, есть вы в аудитории, у каждого из вас есть свой вес, 50-30, не важно, у каждого из вас есть еще вероятность того, что я вас вытащу наружу, да? И вот мы считаем математические ожидания, так, мы берем ваш вес, умножаем на вашу вероятность, ваш вес, на вашу вероятность и складываем. Это математическое ожидание. Вот, что здесь играет роль, вот в этой таблице, что играет роль весов, а что играет роль вероятности? У вас веса, вот это вот, ваши веса, а у х1 умножить на х2, вот они перечислены на значения. Да, это значение определения. Ну, то есть, просто получается 1,36 умножить на сумму вот этих чисел, которые стоят в таблице, разве нет? Просто на 1, на 1, плюс 1 на 2, плюс 1 на 3, 21 на 21, 21 в квадратный. Сейчас, секундочку, плюс 6 на 6, последнее. Да, это 21 в квадратный. Так, а почему это будет 21 в квадратный? Ну, смотрите, мы можем в каждом из таких столбцов вынести за скобку, там, единицу, двойку, тройку, и в результате скобки получим 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5 на 6. Да, это 21, это 21, но эта часть у всех будет общей, так что мы ее снова вынесли за скобку и получим 21 на 21. Да, это получается 441. Ну, вот, да, действительно, вот такая сумма, это в точности результат раскрытия скобок вот в таких суммах. 441, 3, да, 3. Понятно, нет? 6. Да. Потому что здесь все возможные попавленные произведения, в том числе совпадающие, они получаются ровно на скрытием скобок в этом выражении. Ровно на скрытием скобок. То есть это 441, 36. Сможет сократить. Ну, я сейчас не буду пока сокращать, посмотрим, может быть, ну, конечно, можно, да. Конечно, можно на 9 сократить. 49 четвертых. Что? 49 четвертых. Ну, хорошо, да, давайте 49 четвертых. У нас уже было. У нас уже было такое число, да, 49 четвертых, так на самом деле есть. Ну, хорошо, 49 четвертых. Это мы что, мы сосчитали математическое ожидание х1 умножить на 2, да? Да. Ну, то есть мы действительно убедились, внимание, в том, что это математическое ожидание, есть мат ожидания х1 умножить на мат ожидания х2. Что мат ожидания х1 7 вторых, 3 с половиной, помните? Да, 7 вторых квадратов. 7 вторых квадратов как раз 49 четвертых. Мы это просто строго доказывали. Согласна? Ну да. Согласна. Ну вот, отлично. Значит, мы посчитали математическое ожидание x1 на x2. Но согласитесь, что математическое ожидание произведения двух других случайных, или чей? Было бы таким же. Но будут такие же. Правда? Да. Ну абсолютно то же самое делается. Да. Кусор 9 четвертых умножить на 36. Там не на 36, там на n, а на минус 1. А, ну да.